Переходить улицу опасно везде. А в Одессе есть места, которые лучше обойти 10-й дорогой. Одно из них – возле центрального автовокзала на пересечении улиц Балковской и Бугаевской. Из-за неорганизованности движения местные жители каждый день рискуют попасть под машину. Это место, где сходятся улицы Балковская и Бугаевская, жители района называют треугольником смерти. Переходить дорогу здесь действительно страшно. Под мостом, идущим от автовокзала, сходятся три дороги. С каждой стороны идет плотный поток машин. Улица Балковская – часть так называемой трассы «Север-Юг» – одной из самых загруженных дорог города. На переходе к музыкальной фабрике светофор поставили сразу после реконструкции магистрали. Там же, где пересекаются две другие дороги, нет ни светофора, ни зебры, ни даже знака «Пешеходный переход». Как говорят жители окрестных дымов, при прежней администрации здесь висели знаки ограничения скорости и были нарисованы зебры. С приходом команды Костусева они исчезли. Переход улицы стал игрой со смертью. Повезет – попадешь на другую сторону. Не повезет – в больницу, а то и дальше. Ну, как-то бы сделать как-то, потому что тут больше переходить негде же вообще. Не нравится, не нравится. Пожелание власти – пешеходный сделать. Очень тяжело. Пожелание поставить поскорее, невозможно перейти, особенно с ребенком, это вообще очень-очень сложно. Может, зебру надо лучше поставить, нарисовать зебру хотя бы, чтобы можно было пройти. Здесь неудобно, и вот там вот возле Первый Майский переулок тоже очень неудобно. Перейти стоишь минут 10-15. Заняв пост мэра, Алексей Костусев обещал сделать Одессу европейским городом. Прошло два с половиной года. Но вместо дорожных знаков или переходов на перекрестке появились разные рекламные конструкции. И, конечно же, вездесущий плакат народного мэра-хозяйственника. С любовью к Одессе. На это деньги Костусев нашел. Финансировать безопасность одесситов мэрия не хочет. Такая вот у нас Европа. И снова вспоминается звание самого комфортного города, полученное Одессой в прошлом году. Бумага все стерпит, а терпение одесситов не бесконечно. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.